здравствуйте дорогие рукодельницы мои любимые подписчики и гости канала я сегодня буду работать с мебельными образцами так как у них ткань достаточно толстая но при этом рыхлая то я укрепляю ее флизелином так как я буду вышивать вышивать буду вот такой вот лапкой для стежки а нитки буду использовать вязальные из мерсеризованного хлопка называются коко я вставляю в шпульку чтобы вот обычным порядком намотать на машинке после того как намотала шпульку вставляю шпульку в шпульный колпачок вставила и имейте ввиду что для того чтобы вставить нитку надо сначала ослабить натяжение нижней нитки вот этим винтиком это делается аккуратнее будьте потому что это винтик очень короткий можно вытащить его полностью и потерять крутите без фанатизма потихонечку вот потом в обычном порядке вставляю в нижнюю нитку как полагается как обычно мы это делаем вытаскиваю ее убираю нижний транспортер вот эти вот зубчики вниз опускаются вот этим рычагом чтобы они мне ткань не двигали так как я буду использовать лапку для свободно ходовой стежки то соответственно мне эти зубчики не нужны я буду этот кусочек ткани двигать руками если ткань не уплотнить флизелином то вышивка и очень сильно стягивает поэтому я ее уплотнила я буду делать цветочки поэтому я поставила вот эту вот лапку для стежки а в принципе можно и обычной лапкой вот с прямой строчкой какие-то рисунки в принципе и этот такой простой рисунок можно тоже прямой строчкой сделать потихоньку помаленьку но можно вообще сделать совершенно геометрические какие-то фигуры там квадратики крестики нолики там я не знаю все что угодно какие-то зигзаги такие квадратные поэтому имейте ввиду что в принципе самый смысл главное что это вышивка получается очень быстро вот у меня пока я вышиваю вот этот вот кусочек у меня видео длится вышивание одну минуту всего она ускорена в два раза то есть в принципе за две минуты я сделала вот этот вот цветочек конечно если бы что-то вышивать такое вот прямо очень нарядное то конечно вручную а так тоже в принципе получается неплохо зато очень быстро я тут немножечко косичнула пропустила некоторые линии которые мне надо было сделать потому что пошла в крив мимо лепестка если вы видите там и решила что может быть придется распарывать сняла с машинки но потом посмотрела в принципе ладно и мне осталось вот только вот эту линию и кружочек серединке сделать еще и мой цветочек будет готов вот так вот все я доделала смотрите в принципе неплохо получилось а главное очень быстро особенно если сравнивать ручной вышивкой дальше я беру квадратик ткани у меня подруга работает в ателье я вам уже рассказывала она владелец ателье и она мне отдает все свои обрезки вот такого плана обрезки штапели она мне отдала они все мятые жеваные я погладила вырезала квадратики из них остатки убрала в коробку где у меня для пиццы лоскутки и вот у меня поролон я тоже уже показывала я купила недавно два больших куска поролона 1 на 2 метра размеры так что поролона у меня теперь много они были последние два поэтому я хопнула два но в результате заплатила за два таких куска 700 рублей то есть в принципе можно использовать я на смотрите надела таких конвертиков с поролоном внутри зелененькие с вышивкой и всякие бежевые кирпичные песочные тона без вышивки сначала хотела зеленой вышивкой сделать но потом передумала но может быть стоило бы сделать на вот этих не зеленых квадратиках зеленую вышивку квадратики у меня 15 на 15 сантиметров а поролон внутри 12 на 12 сантиметров то есть у меня по краям свободное пространство поэтому я поролон закрепила в центре видите булавками чтобы он держался и края в края не вылезал значит и начинают сшивать между собой квадратики попарно я их скалываю вот там где у меня нет поролона чтобы у меня булавки удобнее сходились и будут пришивать лапкой для пришивания молнии чтобы мне не задевать этот поролон сшиваю квадратики между собой попарно видите вот сшила строчка это идет вдоль поролона снимаю булавочки следующую пару беру также тоже скалываю сшиваю после того как сошью эту пару уже между собой буду соединять две пары девочки кстати кто подписан на мой канал нажмите пожалуйста колокольчик если вы еще не нажали чтобы получать уведомления о моих новых видео у меня видео сейчас выходит один раз в неделю то есть вас эти уведомления сильно не напрягут зато вы не пропустите мои новые ролики на ютубе и дзене у меня каждую неделю по воскресеньям выходят новые видео а на рутубе по понедельникам после того как ряды собрала соединяю между собой ряды для этого совмещаю шовчики скалываю их булавкой так как меня здесь свободное место поролона нет в швах то это происходит нормально удобно у меня все совпадает все хорошо швы и раскладываю на две стороны и при сшивании буду следить чтобы у меня вот нижней части не завернулись эти швы чтобы они так и были на две стороны после того как прошила снимаю булавочки и все откладываю в сторонку это восемь квадратиков у меня уже сшита теперь осталось сшить еще восемь точно таким же образом я буду действовать сначала по парам потом пары между собой потом ряды между собой после сшивания у меня получилась заготовка размером 55 на 55 сантиметров и я выкроила ткань для обратной стороны тоже такого же размера 55 на 55 и буду прошивать по периметру оставляя отверстие для выворачивания при этом поролон в крайних квадратиках во всех я сдвинула максимально вдаль от края и скалываю булавочками после того как прошила все по периметру обрезаю уголочки чтобы у меня все красиво было после выворачивания и выворачиваю выворачиваю расправляя уголки чтобы они у меня были все красивые ровненькие и у меня осталось вот это отверстие для выворачивания которое мне надо зашить закрепляю прищепками чтобы не держать не придерживать и зашиваю по тайным стежком кстати на любой платформе на какой бы вы не смотрели вы можете менять скорость воспроизведения если не успеваете можно сделать помедленнее узелочек прячу внутрь моего изделия в результате у меня получилась отличная сидушка как раз именно за счет того что вышивка вот такая вот на машинке она более частая и для сидушки мне кажется это лучше можно таким же образом сделать подушку но тогда наполнитель можно синтепон и вообще не заморачиваться с отдельными квадратиками сидушка это для моего кресла на веранде на даче в котором я пью кофе монтирую и озвучиваю видео для вас она уже старенькое это кресло и по-моему это сидушка ему очень подходит и очень его омолаживает мне очень нравится то что получилось если вам тоже нравится ставьте лайк пишите комментарии подписывайтесь на мой канал если еще не подписаны и большое спасибо всем кто досмотрел до конца